Старейшее казацкое кладбище Одессы получило статус памятника истории. Сотниковское Куяльницкое кладбище внесли в государственный реестр недвижимых памятников. Первым в Одесской области официально признанным мемориальным кладбищем стало Сотниковское кладбище, основанное в 1775 году почти 250 лет назад. 26 апреля Министерство культуры Украины своим приказом внесло его в государственный реестр недвижимых памяток истории местного значения. Заметим, что в Одесской областной администрации узнали об этом лишь 5 мая, о чем нашим коллегам из Суспильной Юэй рассказал специалист, даже не руководитель областного департамента культуры Дмитрий Петков. Теперь областные власти поставлены перед непростой задачей найти баланса содержателя объекта. Он, как выяснилось, не состоит на балансе ни одной государственной или коммунальной организации. Формально ближе всего по профилю будет Одесское КП – специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания, которое заведует всеми городскими кладбищами и осуществляет ритуальные похоронные услуги. Однако, учитывая, что на Сотниковском кладбище еще с 1960-х годов не производится захоронение, оно может быть передано на баланс, например, городскому или областному департаменту охраны культурного наследия. Сотниковское кладбище находится на Хаджибеевской дороге позади частного дома под номером 143, под склонами Шкодовой горы под нефтеперерабатывающим заводом. Это территория поселка Куяльник, изначально Куяльницких хуторов. От когда-то довольно большого по площади кладбища уцелел относительно небольшой участок площадью около 16 соток. Остальное было снесено во время строительства выше на склонах нефтеперерабатывающего завода и во время жилой индивидуальной застройки. На нем современные исследователи выявили в том или ином виде чуть более 200 захоронений. Название происходит от фамилии одного из первых похороненных здесь казаков – Сотниченко. Он явно был сыном сотника запорожских или черноморских казаков. И самое заметное из сохранившихся могил – могила Харунжева – сотника черноморского казацкого войска, свысеченной из камня булавой, лежащей на подушке. Самое старое захоронение – 1791 или 1771 года. Из-за неразборчивости надписи на ней здесь погребен раб Божий, младенец Иоанн, року Божия 1771 или же 1791. Сейчас здесь можно выявить несколько десятков типов различных крестов, высеченных из добытого тут же камня известнякам. Среди них преобладают греческие и расширенные кресты, а также различные вариации по мотивам рыцарских крестов. Иногда они дополняются снизу полумесяцем, который также можно трактовать как якорь. Кресты четырехконечные в основном, но есть также и шести- и восьмиконечные в меньшем количестве. Популярна солнечная символика, либо солнечные лучи, высеченные из камня между концами креста, либо применяются даже более древние, еще языческие – знак «крест, заключенный в солнечный круг». Часть расширенных крестов имеет форму трапеции, треугольника, прямоугольников с прямыми, закругленными или ступенчатыми гранями. Они символизируют крест на Голгофе. 32 надгробных креста на Сотниковском кладбище уникальны. Их форма больше нигде не прослеживается, по крайней мере, в пределах сохранившихся старинных казахских захоронений Юга Украины. На данный момент тут из 205 могил сохранились надписи на 33, хотя неподготовленный человек зачастую не разберет эти надгробные надписи или даже вообще не заметит их наличие. Они очень пострадали от времени, стерлись под действием ветра и осадков или же от вандализма. Подавляющее большинство надписей на украинском или церковно-славянском языке. Несмотря на историческое значение кладбища, оно пребывает в весьма запущенном состоянии, а территория регулярно зарастает травой. Время от времени привести его в порядок наведываются одесские казаки или просто неравнодушные горожане. Такие же горожане и ряд общественных украинских организаций, сотрудники ИСТФАКа университета имени Мечникова, когда-то обратились в Институт национальной памяти и Минкульт с ходатайством о предоставлении объекту статуса памятника истории национального значения с целью сохранения уникального объекта и в дань памяти о наших славных предках. С этого всё и началось. Цель достигнута. А вот нужен ли очередной памятник, в который ещё и придётся вкладывать средства представителям власти, очень сомневаемся. Хотя, почему бы и нет? Район не фонтан для застройки очередными высотками или общепитами нерентабельный. Кому-то, либо областным, либо городским чиновникам, всё же придётся взять его под опеку. Как будет выглядеть эта опека, покажет время.